Русскоязычная часть населения не просто обязана знать государственный язык, но и должна подавать идеи, рекомендации в решении вопроса по внедрению казахского языка. Таково было поручение Министерства культуры. Для того, чтобы осуществить план решения давно знакомы, но, увы, все еще не решенные проблемы, в Караганду приехал общественный деятель Дос Кошим. На дискуссиях побывали и наши корреспонденты. Вопрос о государственном языке обсуждается давно, однако в основном решение проблем волнует казахскоязычную часть населения, говорит общественный деятель Дос Кошим. Казалось бы, проблема решается, а реальтата как такового нет. Создается впечатление, что данная ситуация вполне устраивает русскоязычную аудиторию. Когда давать рекомендации и идеи по злободневному опросу должны все, поскольку живут в стране, где казахский язык государственный. Вот сегодня у нас была, по-моему, очень жесткая, может быть, дискуссионная форма встречи, но я получил очень многие идеи, очень многие, может быть, рекомендации, которые необходимо нам передать в государство или там министерство, которое занимается этим делом. И мне кажется, через таких встреч мы можем довести русскоязычный час населения, наши проблемы, наши боли. Никому не секрет, что Караганда считается русскоязычным регионом. Однако это не обозначает, что здесь казахскому языку должны уделять меньше внимания. С большой горечью и даже обидой Дос Кошим привел несколько примеров тому, что проблема государственного языка не решается должным образом. Я даже, когда подъезжал в город Шахтинск, там большими буквами было написано «наш любимый город Шахтинск», и только на русском языке. Это уже нарушает, скажем, наши законопроекты, есть, что надо было название на двух языках, здесь только, по-моему, это осталось от советских времен, и до сих пор не обратило внимания ни отцы города, и ни другие, скажем, общественные организации и тому подобные. Тому причину, говорит общественный деятель, пассивность самих жителей города. К примеру, в Алматы за годы независимости открылись более 50 школ. Таких позитивных изменений в Караганде нет, а чтобы они были, должно быть понимание того, что знание казахского языка требуется строго. Но об ответственности нужно думать уже сейчас, дабы легче было подрастающему поколению. Идеи и рекомендации, которые были озвучены на собрании, будут представлены государственным органом. К слову, подобные мероприятия помогут в эффективности работы по решению главного на сегодняшний день, вопросу считают организаторы. Анышу Карбек, Ожас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Анастасия Анастасия